Всем привет! Для сегодняшней самоделки в первую очередь потребуются две вот такие гребенки. Вместо таких контактных гребенок вполне можно использовать, например, макетную плату. Очищаю отверстия от следов пайки и проводов. Прикручиваю колодки, одну напротив второй, к нижней стенке корпуса. Между ламелями устанавливаю конденсатор емкостью 0,1 мкФ. В непосредственной близости монтирую конденсатор емкостью 0,22 мкФ. Таким образом, в конечном результате установлено 6 конденсаторов. Емкость 0,1, 0,22, 0,47, 0,68, 1, 1,2 мкФ. Разумеется, конденсаторов может быть и больше, а может быть и меньше. Стоит отметить, что рабочее напряжение всех конденсаторов, каждого из них, должно быть от 400 вольт. 400, а еще лучше 600 вольт. Допустимое рабочее напряжение конденсатора отображается на его корпусе. При этом, в некоторых случаях, напряжение может быть указано не в цифровом виде, а в буквенном. Так, например, буква J указывает, что рабочее напряжение конденсатора 400 вольт. Другими словами, вот этой вот надписи 400 вольт может не быть. А допустим, просто маркировка J. Это означает, что рабочее напряжение 400 вольт. Подчеркиваю, что использовать конденсаторы на рабочее напряжение менее 400 вольт нельзя. Следующее, что потребуется, так это галетный переключатель. Лучше всего, если он будет керамический. Особенно, если речь идет о совместной работе устройства с мощными нагрузками. В моем случае, я буду использовать вот такой, поскольку нагрузки будут маломощными. Соединяю все элементы согласно приведенной схеме. Подключение к устройству нагрузки будет производиться с помощью вот такого разъема. Вот такой розетки. Для возможности установки сверлю два отверстия. Удобнее всего делать это с помощью ступенчатого сверла. Подключение к устройству. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...